Встреча с Донецкой Республикой 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 Я рассматриваю именно так, что, грубо говоря, они, американцы, попирают все возможные мировые нормы, все мировые какие-то допустимые конвенции, и в открытой политике, и в закрытой, в общем, все возможные виды политики, куда они, американцы, где они себя, они проявляют себя везде, естественно, супердержава. Они попирают все мыслимые нормы, так сказать, да, в общем, все, что, так сказать, им не выгодно, да. Ну, это понятно. Я это все понимал. Да, да, да. Это все все понимают. Я даже не понял вопрос. Ну, я думал, может, вы объясните, какие есть международные стандарты ведения войны? Ну, нет, существуют международные конвенции, так сказать, да, вот. Вот, они, их, на самом деле, так сказать, наверное, более десятка, я точно, я знаю, в разных времен, да, как шло, так сказать, по мере, по мере, по мере совершенствования способов уничтожения людей, так сказать, да, ну, средств ВВТ. Ну, понятно. Да. Вот, по мере того, как оно шло, так сказать, так все это конвенционально, так сказать, обрастало, обрастало, обрастало. Вот. Вот. Первые конвенции, они еще до Первой мировой войны появились, понимаете? И появлялись тех все больше, больше, больше. Но, любая война, сами понимаете, война это дело такое. Как только появляется как определенная точка невозврата, и все конвенции сбрасываются вообще, так сказать, и потом про них никто не вспоминает, да? Про конвенции говорят только либо после войны, так сказать, да, либо до войны. Когда начинается война, про конвенции уже никто, к сожалению, такова реальная политика. В общем, эта война пущена на самотек, так как она есть, и что она решит, то она и решит, скажем так, да? И из этого будут принимать какие-то политические войны. Не, ну, почему на самотек? Я говорю, весь мир, так сказать, сейчас столкнулся, да, вот в этом конфликте, да? Грубо говоря, одна половина, так скажем, так сказать, я бы ее так назвал, Северо-Запад, это вот Атлантисты во главе США, да, и всех, кого они гонят в этом, так сказать, обозе с собой. Половина не хотят идти, половина готовы уже, так сказать, заняться каким-нибудь, я не знаю, там, членовредительством, лишь бы в этом обозе не идти, так сказать. Ну вот. А они, американцы, этого боятся. Они как раз и говорят, что вот эта гибридная война-то как раз, да? Они-то на нас свою вешают, почему? Вот почему. Нет, ну это их, это паната термин, гибридная война. Ну, так объясните, я от вас этого и добиваюсь. Такие есть термины. Ну, это по-разному называют эту войну, так сказать, да, применяется, значит, и регулярная война, и, значит, гибридная война, вот как придумали американцы, так сказать, да, селицентричные войны, наверное, сейчас везде, так сказать, кто только об этом не говорит, так сказать, да, новое направление в войне, вот селицентричное направление, да, хотя, собственно говоря, и регулярная война, собственно говоря, да, я так вижу, и гибридная, наверное, да, это все подходит как раз к селицентричным войнам, да, это вот сегодня как раз самое новое на самом деле-то. И, кстати, я хочу вам заметить, наши парни-то, ну, в Новороссии имеется в виду, да, так как я, ну, не скрываю, что я поддерживаю эту сторону. Ну, мы все поддерживаем, естественно. Они, между прочим, очень грамотно используют вот эти селицентричные алгоритмы, вот. У них нет всего набора, так сказать, этих инструментов, чтобы на сто процентов этой войны, так сказать, сказать, что мы ведем селицентричную войну, да, но из того даже, что есть, они уже начинают туда уже такие, так сказать, наработанные алгоритмы, вот. Американцы почему объявляют, так сказать, эту войну гибридной, да, это вот буквально, так сказать, то ли в воскресенье, то ли в субботу, там, министр обороны их минут сорок, наверное, так сказать, на большом экране у это самое, все, весь, все американское, так сказать, эстеблишмент успокаивал тем, что, да, мы сильнее в три раза. Нет, сильнее нас никого нет. Да, они далеко ушли, русские, да, но сильнее нас нет, это точно. Вот. Но, когда они говорят под гибридной войной, они конкретно, НАТО, это по НАТО имеется в виду, вот они конкретно, я, например, себя выписал, да, это, значит, широкий диапазон агрессивных действий, военная сила, мало лишь часть которого, вот так, агрессивных действий, понимаете, они туда, что, они говорят, что, так сказать, они говорят, туда входит и подкуп, и шантаж, и, так сказать, различные психологические воздействия, так сказать, то есть, в общем, так сказать, военное оружие, да, это уже крайняя последняя точка, так сказать, в этой войне, в гибридной. Так вот, они говорят, что мы все это испытали уже, и оружие это последнее. То есть, они-то говорят, что мы на них напали, они уже все перевернули, Они говорят, что мы ведем против Запада гибридную войну. Используя все, все, все. Купили, говорит, все парламенты. Кого-то запугали. И главное, говорит, у них есть деньги. Это вот его дословно слова. Они говорят про Россию. Про Россию. То есть, американцы выставляют в международном плане эту войну, как будто Россия развязала против Запада войны. Вот так происходит. Конечно. Я чего от вас и добиваюсь? Мне кажется, что это априорно ясно, что они это все переставили. Или если вы и собрались, чтобы поговорить на эту тему? А, да вы что? Конечно. Нет, мне кажется, я на самом деле, как будто вообще... Нет, мы со своей точки зрения здесь смотрим из России так, что на Украине идет гражданская война. То есть, столкнулись две политические силы. Одна сила идет, которая прозападная, которая накачана непонятно какими установками. И вторая сила, которая отстаивает смысл русской цивилизации. Мы это смотрим так, и нам как бы понятно. Но с Запада на это смотрят совершенно иначе. Правильно? И та западная часть Украины, которая ведет против Донецкой войны, она смотрит тоже глазами Запада. И старается в эту струю влиться. Правильно? Правильно. Об этом нам и расскажите. Ладно, хорошо. Что они считают эту войну, что Россия развязала против всего западного мира войну гибридную, как вы говорите. Так? Ну, самые продвинутые их ястребы американские, военные специалисты, они говорят именно так. Весь остальной, так сказать, американский политический бомонд, говорит в этом ключе то же самое, собственно говоря. Ну, то есть американцы, и вслед за ними и украинская, это псевдовласть, она представляет эту войну, которую Россия якобы развязала против всего Запада. Ну, и в том числе против Украины. Ну, конечно, все это доходит до абсурда, когда смотришь на это глазами объективного точки зрения. Мы считаем, что мы смотрим на это дело объективно. И все прекрасно видим, что Россия в эту войну даже и вступать не хочет. Ведь практически вот та операция, которая сегодня, в принципе, завершается, она, наверное, завершится по освобождению Донбасса от... Ну, наверное, в ближайшее время она должна все-таки завершиться, эта операция. Все в это верим, надеемся. Но эта война будет представлена так, что Россия как бы вот одержала какую-то часть победы со стороны Запада. Да нет, 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 ни в коем случае. Победы, никакой речи разговора не будет. Вот, а что они будут представлять? Любые наши, так сказать, какие-то достижения там на фронте Новороссии, да, ими будут, так сказать, выражены как акты, так сказать, какого-то там, я не знаю, геноцида против мирного населения и так далее. Любая наша победа будет именно ими извращена. Ну, скажем, не наша. Мы говорим наша, но подразумеваем. Подразумеваем, да. Я, почему, да, я уже говорил, да, 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 что ли. Мы считаем, что Донецк сегодня создал настоящую нормальную армию, действующую. Ну, нет, допустим, я так не считаю, конечно, да, что он, да, я не считаю так, что он создал. Объясните потом. Ну, конечно, абсолютно, так сказать, да, вот. Я так не считаю, да, вот. Ну, я изначально говорил, наверное, не на первом, может, так сказать, мы в выпуске находимся, так сказать, я пытался всегда себя позиционировать, да, как человек, который, так сказать... Что значит, не считаем армию? Ну, понятно, но в свое время и Красная Армия создавалась, не просто так вот, она взяла и создалась вот такая регулярная армия сразу. Нет, был какой-то декрет, указ Ленина, согласно которого, вот, согласно этого декрета начали только создавать структуры регулярной армии. А потом уже это длилось годами, с привлечением каких-то специалистов, с отработкой технологии, естественно, за 4 месяца создать какую-то вот прям армию профессиональную невозможно, это сто пудов, это все прекрасно понимают. Но все-таки военные специалисты, которые оценивали вот обстановку в Донецке, они говорили, если Донецк хочет добиться реальных успехов, они должны создать там что-то наподобие нормальной профессиональной, ну, пусть не профессиональной, но регулярной армии все-таки. На постоянной основе. На постоянной основе. И все-таки что-то наподобие они создали, там есть единый центр командования, получился он через всякие перипетии, но все-таки он получился. И из этого исходя мы получили, мы увидели вот эти успехи. Все-таки они реальные успехи последнего времени. Там есть определенные действия, которые наиболее, более профессионально проводятся, чем действия со стороны украинской армии. И в результате украинская армия терпит поражение одно за другим. Или не терпит? Нет, она терпит. Я вообще могу сказать, что больше того, так сказать, там идет планомерное, так сказать, уничтожение генофонда украинцев, да, вот, которые переключили себе в голове вот этот тумблерок и побежали с криком. Ну, хорошо. Ну, можно даже... Вот, но я хочу сказать, вот еще один момент. Как раз, кстати, здесь вот, я вот смотрю на это все, да, вот здесь как раз четко именно было показано все, так сказать, возможности, как работает и регулярные формирования, да, против регулярной армии. Понимаете? Иррегулярные. Иррегулярные формирования, да. С использованием именно сетицентричных принципов. Смысл сетицентричного принципа, главный его, в основе какой? Главное, да. Регулярное формирование, да. Это вот мы ротом, повзводно, по ротом собрались и пошли, понимаете. Вот мы регулярное формирование, так сказать, да. А иррегулярное формирование, это вот на 100 человек, из этих 100, 10, мы знаем друг друга, вот мы есть и регулярное формирование. В один прекрасный момент, так сказать, да, мы все достанем пистолеты, грубо говоря, да. И мы не только 100 можем контролировать, мы можем 10 с оружием, мы можем тысячу безоружных контролировать, понимаете, образно. Но если мы будем знать, кто где находится, кто что перекрывает, так сказать, да, и одномоментно, понимаете. Ну вот объясните тогда, как... Образно, но это я так пока издалека подвожу вас, к чему, что это такое, сетицентричная война, так сказать, да. Каким образом, вот, украинская армия, имея на вооружении... Вот, еще, я бы хотел добавить, пожалуйста, да. Вот, кстати, разгром, разгром, так сказать, Цахал в 2006 году, значит, вот, Ливанская война-то, помните, да? Это как раз четко было применение технологии сетицентричной войны против Израиля. Против Израиля. Хазбалла применила технологии сетицентричной войны. И чем это закончилось? О, евреи, извините, израильтяне, они до сих пор, так сказать, чешут затылок, да, вспоминают. Что же там произошло? Как же они так вот, все получилось-то, не рассчитали? Там еще помогли наши установки противотанков, интернет. Ну, как, собственно, да, собственно, как последний, вот, как гвоздь, который надо забить, так сказать. Ну, извините, когда ты строишь сооружение-то, да, так сказать, гвоздь только скрепляет, да, ведь основное это ведь... Но вы хотите сказать, что сегодняшний день диктует новые условия ведения войн? Абсолютно. То есть, те принципы, по которым пошла украинская армия, это принципы старые, отработанные... К чему они пришли, вот. Отработанные еще в середине 20-го века на опыте предыдущих войн. Войн предыдущих поколений. Войн предыдущих поколений, то есть наступления фронтами, наступления армиями, регулярными, там, какими-то формированиями, последовательные, вот эти вот пошаговые, там. Это сначала давало им какое-то преимущество, они заваливали практически, ну и трупами, и снарядами, и тяжелой техникой, они просто бросали все свои, все, что только могли. Бросали, 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 бросали. Это до поры до времени, пока источник не стал со всех сторон у них гаснуть. То есть, источник и живой силы, мобилизационный источник, и источник и поступления тех вооружений, которые у них были. Остатки от советского вооружения. Вот это вот вы хотите сказать. А люди Донецкой республики, они вели как раз вот такую сетевую войну, которая была разбросана по участкам, по определенным направлениям, так. И сначала эта война велась даже без единого командования на каких-то таких, на основе вспышек каких-то. Спорадических каких-то, да-да-да, боестолкновений, так сказать. Разных полевых командиров, которые кто-то хотел подчиняться Единому Центру, кто-то не хотел, кто-то... Да, но эта проблема не решена до сих пор, на собесную. Но все-таки она сейчас более-менее решена, все-таки говорят военные специалисты. Конечно, до конца решили подобные. Нет, я могу вам рассказать, что там сейчас происходит. Скажите, а я что, и добиваюсь от вас, чтобы что-то рассказали? Ну, вот... Что говорят специалисты, да. Как бы, вот я-то вот на самом деле, что увидел в этой ситуации, да, что вот именно пока не появились там специалисты, да, вот помните, как это все начиналось-то хаотично там, да, украинская армия прилет, так сказать, да, ополченцы то там, то там какие-то, так сказать, велотекущие попытки делают сопротивляться, да, но не получается у них. Она затекает, заполняет все пространства, так сказать, да, потому что она работает на технологиях тех войн, да, войн индустриального периода, понимаете? Давили практически огнем, мощью давили. Да, мощью, да, 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 да. Вот, собственно, ну и это имеет смысл такова. Мы и в Грозный так входили, если вы помните, так сказать, да, то есть можно найти параллель. Параллель была, да. Да, 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 вот, это, да, это как раз, это, это вот издержки, это издержки как раз вот 70 лет Красной Армии, грубо говоря. Вот, издержки той... Мы все же, у нас все же, уж там, как, наверное, все же к несчастью, ничего хорошего там не было, конечно же, да, что мы и первую чеченскую, и вторую, пусть это небольшие войны, но тем не менее, накалы, извините, так сказать, там были такие, что, ой-ой-ой, по некоторым, по некоторым очевидцы говорят, что порой вот в каких-то узких локальных моментах накалы страстей были таковы, что Вторая мировая может, так сказать, посоревноваться, да, но это, мы не об этом сейчас говорим. Ну, то есть российская армия получила какой-то опыт ведения подобной войны, скажем так? Вот, так или иначе, да, как-то вот подсподно так вот нас, вот видите, как-то вот судьбой, вот так потихоньку, потихоньку, тут грузинская война все же нам глаза открыла, да, когда мы встретились с подобным противником, который использовал против нас элементы сетицентричной войны, да, грузинские танки, к примеру, по последнему слову техники, все на GPS, все на связи, так сказать, да, все друг друга видят на поле боя, как бы, да, это как раз есть принцип сетицентризма, да, то есть, как бы, ты видишь все, да, а тебя не видит никто, потому что ты весь в единичных экземплярах, да, образно, потому что твои подразделения маленькие, 3-5 человек, вот, но их много, и они все разбросаны, так сказать, да, их никогда не поймать, они собираются только в последний момент, когда надо уничтожить объект, и тут же рассыпаются, образно, так сказать, да, вот принцип сетицентризма, так сказать, если понадобится, тут же можно, так сказать, наращивание сил в коротком промежутке времени, беспредельное, сетицентризм дает такую возможность, раньше надо было там вторые эшелоны подтягивать, говорит, я вам сейчас вам устроим через две недели, так сказать, да, это все вчерашний день, так сказать, да, сейчас может вообще из-за вот моментально, из какого-то минимального конфликта, так сказать, да, эскалация, уйти вверх сразу, так сказать, и вот кто не успел, все, тут поиграл, вот принцип сетицентризма, так сказать, это на самом деле очень серьезно, это очень серьезно, это на самом деле, так сказать, да, это такой блицкрик, сетицентризм, на самом деле, да, который, если он начался, да, он пока не дойдет до своего логического конца, он не остановится. Ну, то есть, Донецкая армия именно начинает иметь успехи именно потому, что она применила против... Да, естественно, как бы, да, ни у каких, да, ни чан, так сказать, да, таких познаний нет, здесь нужны профессиональные военные, профессиональные военные с опытом, вот. Ну, и, наверное, такие военные все-таки... Конечно, как в том же в израильском конфликте в 1926 году, руководил там английский, ой, извините, на английской аппаратуре, да, руководил с использованием последних достижений западных технологий, иранский генерал, да. Но, кстати, между прочим, надо отдать должное еврейскому государству, вот. Я не буду говорить в каком, то ли в 12-м году, то ли в 13-м, они все-таки его нашли и убили в Турции. Иранского генерала. Иранского генерала, вот этого, да, да, да. Ну, он получил большие награды там от иранского руководства за это мероприятие. Так говорят, даже его в Москву приглашали неоднократно по обмену опытом, да, потому что... То есть, Иран поддерживал Хизбаву, так как они относятся к себе к шиитскому миру, значит, это понятно. Да, и еще набирался опыт, так сказать, вот. Набирался опыт там. Да, вот именно синтетичная война, вот эта новая, ей пока никто еще не владеет, так сказать, да. И вот это вот первые попытки привнести, привнести... Это, в принципе, если на профессиональный язык перевести, то должно воевать по этим условиям не ополчение, набранное из добровольцев, а если по этим принципам будут воевать профессиональные спецгруппы, то подобное ведение, тактика ведения войн может привести к колоссальным успехам при любом конфликте. Об этом, кстати, в свое время, насколько я слышал, писал диссертацию Квачков, и во время написания этой диссертации, ведения подобных войн, его и посадили, скажем так. Вот как раз, когда он писал эту диссертацию по ведению подобных войн, его взяли и посадили в тюрьму. Ну, для чего его посадили, и тут разные варианты есть, но Квачков был профессионал. Кажется, Мессерер у нас был, Георгий Мессерер, генерал, вот в «Мятеже война» написал такой труд в Аргентине уже, находясь в эмиграции, да, в 50-е годы. Я думаю, не только Квачков, а... «Мятеже война», да-да-да. Это вот первый труд, как раз, где он закладывает основы, так сказать, да. Есть профессионалы, понимающие эти вещи. Есть профессионалы, и можно себе представить, если тут, я говорю, простые добровольцы добились таких успехов, что же будет, если таким... Внезапность, кстати, да. Будет владеть специальной группировки войск. О чем и говорится, что нужно создавать спецвойска. Спецвойска, которые будут владеть этими технологиями. Это отдельная история вообще. Это отдельная история. Я вообще думаю, на нашу огромную территорию, на 140 нашего населения, так сказать, да, мне кажется, у нас вообще одна половина должна, так сказать, добывать ресурсы, а вторая должна охранять тех, кто добывает. Дело в том, что вопрос-то не шуточный. Вот если эта война каким-то боком мимо нас прокатилась, все-таки мимо нас... Ну, почему она только начинается? А как она может начинаться? Ведь американцы же тоже не сидят и не дремлют, правильно? Они по миру развязывают различные очаги опасности. Абсолютно. И рассматривают эти вопросы далее. И так надо все в контексте рассматривать. Нельзя по отделению. Цель однозначно России и Китая. То есть подавить эти силы влияния на международную арену, и подавить, и установить свое глобальное господство. Это все понимают. Да. Значит, какая сила сейчас находится в разработке у американцев? Она остается сегодня, пожалуй, одна. Ну, может быть, еще, конечно, украинцев и грузин они там со счетов не сбрасывают, и прибалтов там и так далее. Я хочу вам добавить. Между прочим, они недавно создали спецбатальон прибалты, поляки и украинцы. Я и говорю, что вот эти вот страны... Вот знаете, я вам скажу, что вот это на самом деле, да, это маленькая вот такая вот на сегодня вот это создание вот этого спецбатальона, да, это, так сказать, первая дорожка, они ее расширят скоро. Да. По входу НАТО в этот конфликт. Интернационализация конфликта начнется вот с этого спецбатальона. Все запомните, что я сказал, вот увидите скоро. И потом туда пойдет НАТО. Это уже НАТО, спецбатальон. Но пока он просто заувалирует этим словом. Они же опять все блефуют, они все же делают в наглую, так сказать. Это же прям мне к ним никого, это самое, пиететом в плане... Ну, это понятно. ...политических, да, да, да. Вот и все. И потом увидите, там будет НАТО. Придет туда НАТО. Западную Украину обрежет НАТО. И вот мы встанем где-нибудь вот так. Будет три, как минимум, я думаю. Будет Новороссия, будет, так сказать, середина какая-то, да. Опять же, как мы к этому будем относиться, да. И Запад будет однозначно, там будет стоять НАТО. Я говорю про военную угрозу. Про реальную военную угрозу. Ну, войска НАТО, мне кажется, это самая страшная угроза реальная. Страшнее нет сил в мире. Почему? Есть. Что? А вы посмотрите, что творится сегодня в Ираке. Вы имеете в виду ИГИЛ-то, да, вот эти? Конечно, конечно. А вам не кажется, что вот как раз вот эта вот сила ИГИЛ, это и есть та сила сетицентричная, которая добилась реальнейших успехов, причем она получила огромные финансовые ресурсы, финансовые, огромное вооружение, она захватила огромные территории. И сегодня это сила, которая подтягивается весь, скажем так, исламский мир, зараженный идеями исламистскими, сектантскими, скажем так. И это очень страшная угроза, потому что там мотивированность, идеология и ненависть. Сдерживающие факторы, моральные факторы. Не меньше, чем на Западной Украине мы увидели, не меньше, а может быть реально и даже больше. Да, сдержек вообще нет никаких. Нету сдержек. И они как раз владеют вот этими технологиями. Тем более у них там этими структурами ИГИЛ командуют офицеры, которые обучались в Советском Союзе. И даже и в западных, и в Веспойнте есть там, кстати, в ИГИЛ. Есть, есть. Там есть военные специалисты профессиональные. Есть пакистанские, которые в Америке учили. Сейчас они воюют в ИГИЛ. И имея в своих руках вот такую мотивированную массу живой силы, они делают там огромные военные успехи. И вот представьте себе, что эта сила, она сейчас в конфликте с американцами. Как бы получилась неожиданность такая небольшая. Но сегодня это неожиданность, а завтра они это дело разруливают. Потому что там еще у саудитов очень такая ситуация со сменой режимов скоро будет. И Ближний Восток может перевернуться в любой момент, в любую сторону. Насколько это опасность? Вот вы говорите сейчас о том, что НАТО сейчас собирает такой кулак. Прибалтика, Польша, Западная Украина, плюс Грузия. Это все может... Нет, Грузия, говорят, это самое. Я посмотрю, что она больше... Ладно, бог с ним. Но Прибалтика, Польша еще не навоевались, скажем так. Из нейтрали больше к нашим друзьям переходят. Пока навоевалась Западная Украина, но еще неизвестно... Неизвестно, какие у них реваншистские настроения. Да, они навоевались. Солдаты навоевались, которые пришли туда, в зону АТО, они навоевались. А те, которые еще туда не сходили, те еще... Те еще кричат, что надо... Те еще все прыгают. То есть, реальная угроза Запада и реальная поступающая, очень нехорошая ситуация с юга России. И вот эти вот все вещи как-то надо понимать в наше время. И исходя из опыта вот этой проведенной спонтанной войны, делать какие-то выводы. Я хочу вот услышать у вас, какие вот эти выводы можно было бы сделать. Ну, во-первых, так сказать, да, прежде всего, прежде всего, я вот для себя лично, честно вам сказать, какие выводы сделал в этом случае, да, это то, что все вот эти вот, так сказать, незаконные вооруженные формирования, они все формируются из людей, из бывших граждан. Вот и все. Поэтому надо бороться, так сказать, да, за умы граждан, чтобы эти граждане все же, так сказать, да... Идеология понятна. Да. Это как раз тот момент, где мы сильно проиграли. Вот, потому что когда, так сказать, они начнут, так сказать, поддаваться влиянию различных пропаганд, да, и еще, не дай бог, им как-то, так сказать, подсунут возможность себя проявить, да, а ведь наши враги только над этим и думают, институты над этим работают. Конечно. Да. Вот. Они сейчас отложили в сторону пока этот проигрыш. И вот тогда вот эти люди, понимаете, и вот тут начинают сидеть сибиричным принципом, так сказать, да, на 100 человек, так сказать, нормальных, да, 5 этщепенцев выходят, так сказать, с оружием, да, и начинают им, так сказать, портить всю жизнь, начинают их грабить, насиловать, убивать, идут дальше, и уже обрезают себе возможность вернуться к нормальной жизни, так сказать, да, и все, и он уже чистопородный боевик, так сказать, в одну сторону дороги. Понимаете? И вот я-то боюсь, что мы себе, так сказать, из сегодня еще простых наших парней, так сказать, да, вот я за что переживаю-то, ведь никто же не думал, что вот в Сирии такая, ситуация начнется давить, там же нормальные люди-то были с образованием, с нормальным. А посмотрите, как мозги-то им выносят. Я почему говорю, что самое страшное оружие 20-го века и 21-го, тем более, телевизор, конечно же. Это идеология, которая доставляется до умов различным средствам. Сегодня даже не телевизор, это социальные даже сети. А посмотрите, какой уровень нет. Нет, 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 социальные сети нет. Это пока что 10%, 15%, кто возможности имеет. Какой уровень ненависти там, какой градус ненависти вы не представляете? Я никак не отмечен с агнса тех. Ну, а я так немножко это касаюсь. Ну да, Павел. Огромное напряжение, огромный уровень, градус ненависти, он настолько кипит, котел, что он может взорваться, как в любой момент. Вот. И вот тогда, самое главное, здоровые силы общества, если найдутся, да, вот эти пять отчепенцев, если вылезли образно, я вам, так сказать, пытаюсь вот сейчас объяснить на самых примитивных примерах, да, и если не найдется два-три нормальных мужика, которые скажут, слышь, это не люди, это они доведут вас, их просто надо, так сказать, физически остановить. И эти пятеро, они же изведут всех, понимаете? Вот для чего есть здоровые силы общества. Вот для этого, так сказать, надо сейчас работать над мозгами людей, чтобы эти здоровые, так сказать, остались рядом, чтобы им не просто было мозги, так сказать, запутать. Это все правильно, мы немножко отошли от темы. Все правильно. Ну, мы правильно отошли, ну, давайте немножко вернемся все-таки к нашему военному. Внутриукраинскому конфликту сегодняшнему. Вот мне изначально такой вопрос, я все время читали там об этих установках, градах, СМЕРШ, что они там сметают все это самое. Почему украинцы, применив такие вот тяжелейшие установки, вот такие вот, не добились все-таки победы и не изничтожили, не сравняли города с пылью и с прахом? Почему, как такое получится? Это, конечно, меня радует, что так не получилось, но вот мне, как бы, я так понимал, что при применении таких вооружений, они должны были сравнять все это с землей. Нет, ну, во-первых, как бы, это, во-первых, я бы все же, так сказать, несколько вас, несколько вас, ваш... Землю. Да, ваш оптимизм, как бы, несколько его... Это не оптимизм, наоборот. Нет, нет, оптимизм в плане, что не разрушили там инфраструктуру, да? Нет, ну, это разрушили, разрушили, ну, или сравнялись с землей, скажем так. То есть, города все-таки подлежат восстановлению инфраструктуры. Нет, ну, во-первых, начнем с того, что, так сказать, да, инженерные коммуникации, так сказать, с временем Второй Мировой войны ушли далеко вперед. Начнем с этого. Нет, я хотел бы от вас получить характеристики... Я вам говорю прям как-то, я вам сразу говорю про по физическому, да. Вот зачем с этого, что... Я понял. Архитектура, во-первых, сейчас другая, немножко, так сказать, да. Она и готовилась, советская архитектура, к мировой войне, кстати. Ну, не без этого, скажем так, не без этого, да, не без этого. К нанесению ядерных ударов и так далее, да. Да. Поэтому, что я могу сказать, что, сказать, что с архитектурой, во-первых, там не все так просто, так сказать. На самом деле, они там поразвалили всего еще, мы этого пока не до того. Сейчас людей, так сказать, надо живых спасать. Оценки. Да, и пока не до архитектуры, сейчас уже люди гибнут, так сказать. Будут оценки, да. Будут оценки, да. Кстати, я так вот считаю, что это, между прочим, недосмотр небольшой, вот именно организационный структур Новороссии, так сказать. Да, надо с первых дней, с первых дней чекерить все военные преступления, так сказать, противника. Они все засекали. Ну, дай бог, дай бог. Не, 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 вот это вот велось однозначно. Дай бог. Однозначно. Это надо делать. Я знаю, что там работают специалисты, это видно по... И сейчас много выкладывается, но понятно, что материалы собраны громадные, конечно, по военным преступлениям. Да, потому что все равно войны когда-нибудь заканчиваются. И потом придет время, так сказать, разбора полетов. И вот тогда-то как раз мы будем четко... Вот тогда-то мы только сможем начать давать кому-то каким-то именно персонажам этой войны. Вот сегодня там их так много, так сказать, появляется, исчезает и в новый будет появляться. Кто-то задерживается и так далее. Это все понятно, Павел. Я хочу у вас, все-таки вы человек, занимающийся военными вооружениями и так далее, их изучали. Все-таки поясните мне вот такой фактор. Почему вот такие вот мобильные бригады, градов, смерчей, гвоздик или еще какие-то... Они подходят, они начинают вот это гвоздить, градить и смерчить, значит, а потом ополченцы в результате перехватывают несколько единиц, буквально, такой техники, и наносят им практически непримемлемый удар. А вот знаете, в чем... Как ты получил? Как получил? Вот я вам объясню, сейчас четко так сказать, да. Это как раз вот наложение двух видов... Двух видов... Сид... Да. Введение боевых действий. Это мы уже поняли. Вот, да. Здесь, значит, он пришел табором, стал войском, грубо говоря, да, а те, извините, так сказать, днем ходили в штатском, ночью одели боевое снаряжение, так сказать, да, взяли два града, выкатили, и пока эти все спали, грубо говоря, накрыли их прямо, так сказать, всех... Пока у них идет штатная служба, скажем, наряды там дивальные и так далее, там все, охрана, там боевое охранение, они все это делают четко там, скажем, скажем... Они же не могут расселиться по домам, разъехать, тогда они уже будут не армией. Ну вот, а по-другому они не могут... А эти ребята, а эти ребята сели на Град, поехали? Они только ждут, когда они соберутся. Они уже боятся собираться, эти бедненькие украинские армии, деморализованные там в лесах, боятся больше десяти собираться, потому что они знают, как только соберутся десять человек, и кто-нибудь припас, и сразу им в ответку, на! На, и сразу накроют. А новая система, это, знаете, система Град-Ураган, я это отдельно могу рассказать, это вообще мое все. Ну расскажите, хоть что-то интересное расскажите нам. Ну, как бы, знаете, это на самом деле, это тоже, это вообще РСЗО на самом деле, да, это все, как бы, это все наследники Катюши, вот. Поэтому, и по ним, по внешнему виду, поэтому, поэтому никто, никакая нация, никакая армия в мире не имеет большего опыта, да, работать с РСЗО, это наше все на самом деле, так сказать, да, вот. И в послевоенное время, так сказать, мы, вот, так сказать, и когда... В РСЗО, реактивная система. Реактивная система, да, это система, в общем-то, это она относится к оружию массового поражения, вот, потому что это, значит, оружие, которое не предназначено. Для выборочного поражения объектов, так сказать, да, ну, хотя последние системы, так сказать, град, ураган, это, ураган мы можем отдельно сказать, да, это уже высокоточное оружие, вот. Но, в общем-то, как бы, да, вот в СССР, по крайней мере, так сказать, введение сухопутных войск, сухопутных боевых действий, на сухопутных театрах военных действий, да, мы отводили реактивную систему замкового огня очень много, очень большую роль, как бы, да. И поэтому я готов, так сказать, пошире раскрыть эту тему, так сказать, да, потому что для нас это, это большую роль играет вообще в плане, так сказать, обеспечения обороны. У нас огромная территория, понимаете, у нас огромная территория земли. Нам надо, так сказать... Это у них не нашлось специалистов, да, достаточно подготовленных, а у противника, ну, у наших, у Новороссии, да, нашлись, наоборот, специалисты настолько подготовленные, да, что они могли штатного ихнего укроваяку, так сказать, да, с обычным советским военным образованием, как, извините, первоклассника, так сказать, да, вывезти сначала, извините, собрать в кучу, шарахнуть градом, а потом убегающего еще и на минное поле запихать. Ну, это вообще, я бы начали с чего, что я бы сказал, что у нас был опыт, где мы набирались опыта, понимаете? Мы, это, значит, те военные, те бывшие военные, которые пошли добровольцами туда, правильно? Нет, ну, подождите, нет, нет, подождите, есть, ведь на сегодня уже четко, так сказать, да, ведь и Владимир Владимирович даже в одном месте где-то подсказал, он говорит, я же не могу никак это остановить. Остановить его, да, если он вместо того, чтобы отдыхать с семьей, свой отпуск, да, да. Да, расшифруйте, мы, мы, это значит, те военнослужащие, которые пошли туда добровольцами. Нет, я, когда я говорю, мы, касаемо, касаемо войск Новороссии, да, я подразумеваю, это те профессионалы, да, которые на сегодня, которые на сегодня руководят войсками Новороссии. Кто они такие, да, это наши, я говорю, мы, это наши, да, уж кто они, оставим за сколько, может быть, он вчера уволился из-за, может быть, он в отпуске, да, может быть, я про это же говорю. Так и не давайте не будем возвращаться. Я говорю, что об их, так сказать, профессиональном потенциале. Мы говорим, будем вот о чем. То есть они оказались на порядок выше? Выше, да. Откуда они его приобрели, я вам сказал. Извините, может быть, он еще и в первую, так сказать, чеченскую, а потом не себе преподавал в академию. В Афганистане еще. Да, в Афганистане, несомненно, это однозначно. Вот, украинская армия, наверное, на сегодня, имеет единственный опыт, да, это Афганистан. Все, да. Все остальное только лишь как-то там на консультативных основах у наших они могли перенять, если им что-то дадут. Вот и все. Но там же у американ, есть же были американские специалисты. Где они? Вот вопрос. Где они? А они не понимают, как обращаться в советскую технику у них своя? Нет. Нет, не то. Нет, не то. А мне кажется, что они как раз все понимают. Они все понимают. Я-то вижу наоборот. Они их специально загоняют на убой, чтобы как можно больше сделать вот этот вот провал между Западом и Востоком. Понимаете? Чтобы, так сказать, как можно больше с двух сторон навалить, так сказать, погибших. Чтобы как разделить людей как можно дальше. Они специально это делают. Я вот уверен, они специально, именно, так сказать, преступные приказы уходят на подразделения артиллеристов в Хохляцках, чтобы они бомбили, так сказать, мирные города специально. Специально. Почему? Для того, чтобы подготовить территорию от людей. Чем меньше людей, тем лучше, так сказать. Это во всех, так сказать, укладывается во всех доктринах, начиная от Римского клуба, грубо говоря. И все к тому идет, на самом-то деле. Да, я вот в этом плане. Ну, то есть все приказы, которые давались с помощью американских советников, они были направлены на то, чтобы и с этой, и с этой стороны достигнуть максимальных потерь. Да, у них свои цели. У американцев свои цели. И они никогда не будут говорить своим украинским, так сказать, приспешникам, халуям, извините, так сказать. Но какие у них цели? Да они с ними через губу разговаривают, на самом деле, так сказать. Да, еще не каждого вообще в это самое ставят в курс-то, хотя бы на два шага вперед. То есть, по сути, играют в темное имя. И вот сейчас начинает приходить у них осознание этого. Вот в чем дело-то. У кого? У кронадциков. Откуда? Вы видели такие позывы? Видели. Посмотрите, и Семенченко снял шапки-то с этого, шамочку свою. Но, да, и посмотрите, все они, а Гилитей бедолага вообще бегает, так сказать, да, там чуть ли не волосы рвет, так сказать, да. Потому что они поняли, что придут-то к ним, и эти парни-то с Донбасса, извините, так сказать, приедут к ним и придут к ним постучаться в квартирку. О, я вот тоже всегда говорю, что оно все хорошо, пока на диване сидишь. На, так вы прогресс же начали-то, да? Ну да, я хотел спросить, что это за оружие? Вот, и это оружие, так сказать, в итоге уже, так сказать, да, массовое поражение, вот, поэтому использовать его против, против седицентричных отдельных боевых групп, ну, просто, ну, невозможно, априорно, да, это, как, я не знаю, это, я не знаю, как примерно, ну, на самом деле, пытаться, так сказать, топором муху, муху, да, это убить, ну, это же абсурд, ну, вот. Мы, собственно говоря, первая чеченская-то война была нами проиграна, именно во много благодаря этому, да, потому что мы тоже пришли, пытались, так сказать, использовать тяжелое вооружение, небольших формирований. Да, 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 пытались, так сказать, маленький прыщик, так сказать, да, вырезать вот таким хирургическим ножом, ну, это же абсурд, так сказать, ну, вот проблема-то какая. А вот, как раз, против украинской армии, как раз, вот, применение града, с точки зрения, с точки зрения, так сказать, военного искусства, это милое дело, это вот, это самое эффективное использование, да. Как раз, где стоит регулярное формирование, оно понятно, оно на местности считается. Я бы, чтобы понятнее было, так сказать, да, вот все вот эти вот фугасы, вот эти фугасы, которые прячут, ну, минно-взрывные вот, душманы, вот, и регулярные формирования, в основном, которые сейчас применяют по всему миру, так сказать, да, фугасы, да, да, на дорогах. При всех их нюансах, да, поверьте, так сказать, БЧ-Град, это профессионально сделанное фабричное изделие, оно по эффективности использования, да, оно превосходит всегда любое самодельное ВСУ, взрывное устройство, так сказать, да, вот, поэтому, поэтому я могу сказать, что для меня, как бы, да, это, это своего рода, ну, где-то в чем-то, так сказать, микромеханика, потому что все это, так сказать, все это подвижное, так сказать, да, все это раскрывается, летит, и все это механическое, да, град, собственно говоря, это же ведь вот такая трубка, грубо говоря, 122 миллиметра, к примеру, да, ну, самый примитивный патрон, да, имеет, так сказать, ну, просто БЧ, обычную, так сказать, да, болванку, грубо говоря, набитую тупо гексогеном, да, вот. И тут мы видим, так сказать, он и сам летит, как бы, да, у него скорость подлетная, да, все равно, я думаю, метров, ну, наверное, метров 500-то он подлетает, вот, то есть, как бы, у него кинетика больше, чем, вы представляете, пуля 330 УПМ летит, да, какая у него сила, да, а это летит 500 метров, представляете, только это не пуля, извините, так сказать, да, а вот такая болванка 50 килограмм. Ну, это самое примитивное, это, это как раз вот наследники Катюш, так сказать, да, это первое поколение градов, так сказать, да, они и до сих пор делаются, потому что иногда есть такие цели, где не надо использовать более серьезное оружие, так сказать, да, потому что это все по цене идет дальше, вот. Дальше, допустим, идет град несколько другой, дальше уже, и вот эта боевая часть, к примеру, да, она уже на подлете, к примеру, да, разделится на две половинки, чтобы увеличить площадь поражения, ну, вот. А следующий, допустим, да, она делится, к примеру, на четыре такие отдельные, да, и эти четыре делятся еще на четыре, но они поменьше, взрывы меньше, так сказать, у них, да, но осколочная, осколками фезоса застилает. Я хочу сказать, что, что номенклатура боеприпасов у Града на сегодня, так сказать, да, ушла далеко за два десятка, если так вот до конца все глянуть, у специалисты, кто работает на Градах, вот, они знают, за два десятка, представляете, так сказать, это, это, такой у него ассортимент, так сказать, возможного, так он, естественно, так сказать, там, как если брать это за искусство, естественно, так сказать, и когда у него такой ассортимент, он подобен художнику, который, так сказать, ну, если можно такие сравнения вообще приводить, Вот как вы думаете, чем сейчас это будет заканчиваться? Чем будет заканчиваться? И будет ли это заканчиваться? Нет, заканчиваться это будет, это будет закончиться, это все, исчезновением Украины, исчезновением украинцев, к сожалению, пока их всех не перебьют. Ну а Донецкая республика имеет возможность выжить? Они выживут, однозначно, все, субъектность они свою подтвердили, больше того, как бы, да, выживали. Сейчас, мне кажется, вопрос надо решать политикам, да, где будет граница проходить западная, восточная ДНР, республика, так сказать, да. Вот, и опять же, все будет зависеть от реакции Запада, когда НАТО туда войдет во всем в своем составе. Ну давайте все-таки сейчас попробуем понять, чем это все может закончиться. Ну, по моему мнению, это закончится истреблением последнего украинца, так сказать. Ну, это слишком грустно. Значит, все-таки, какими-то политическими аспектами это все движения должны закончиться, там, разделением, каким-то территориальным или чем-то. Как бы, я вот как вижу, так сказать, да. Да, вот сейчас, грубо говоря, два, так сказать, два центра, так сказать, силы, да, абсолютно равной легитимности. Порошенко, Хунта, так сказать, да, и Новороссия. Вот, собственно говоря, они вот сейчас, так сказать, попытались вылезти, кто сильнее. Вот результаты. Порошенко бежит. Эти ребята, так сказать, набирают силы. Ну, наверное, они не навсегда сбегут. Все-таки они... Да, да, и, видимо, у них тоже есть какие-то, еще за ними какие-то есть центры принятия решений. То есть, и за этими ребятами тоже, наверное, есть. Скорее всего, этот конфликт не закончится. Не закончится. Нет, сейчас пойдет интернационализация конфликта, вот увидите, она уже идет потихоньку. Вот там всякие интербригады начали появляться, так сказать, да. Но все-таки хочется надеяться, что Новороссия отстояла свою независимость. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Мне кажется, что нашим политикам сейчас надо как раз над этим работать. Надо над этим работать, искать формы для того, чтобы как-то включать это в свое цивилизационное поле. Так точно. Да, чтобы какую-то парадигму развития общую, так сказать, на этом выстраивать и в дальнейшем, так сказать. Да. Не обязательно сказать, что это будет частью России. Это даже абсолютно не нужно. Не нужно. Ну, я тоже так считаю. Но включать в свое цивилизационное поле, это обязательно надо, потому что люди этого и добивались. Они стояли наскорбь именно за это. Да. Если, дай бог, все хорошо пойдет у нас, а у нас к тому есть все предпосылки в плане того, что, так сказать, у нас все ресурсы, как бы, да, а не у них. Вот. Я почему всегда говорю, что у нас должны одна половина, так сказать, их добывать, эти ресурсы, а вторая должна охранять тех, кто добывает. Вот. И они должны делить прибыль между собой, так сказать, образно. Ну, вот. На этой ноте мы и, наверное, закончим. Спасибо. Могу добавить, к примеру, что помимо вот Градов, к примеру, да, вот Украфашисты, так сказать, да, применяют еще и Смерч, и Ураган. Это, собственно, ну, те же системы залпового огня, только гораздо больших калибров, которые работают на большие дальности и перебрасывают гораздо больший объем ВВ, ну, взрывчатых веществ. И я почему-то вот говорил, что, видимо, они ставят перед собой задачу уничтожить, вообще-то, сказать, цивилизационную, собственно говоря, под чему? Потому что они избыточные применяют. Украфашисты-то, вот почему они подогнали туда Смерчи, Ураганы, да? Ну, они пытались и авиацией что-то поработать, но им не удалось, слава богу. Да, но авиация это гораздо более, так сказать, более ювелирная работа, всегда, чем вот эти вот грады всякие, так сказать, это же вообще просто, ну, это работа по площадям. Мы, на самом-то деле, как бы, да, вот во время войны, наши артиллеристы, собственно говоря, этим и занимались, что постоянно маневрировали и постоянно следили за немцами. Вот, немцы знали, что как только они соберутся, больше ста человек, так сказать, да, наши артиллеристы всегда подкинут, к ним подтянут обязательно, так сказать, Катюшу какую-нибудь, да, и накроют. Вот, поэтому немцы тоже маневрировали, они знали, что только они соберутся, их сразу накроют. Ну, скажем так, во второй половине войны. Ну, да. Ну, и, собственно говоря, в этом-то и, в этом-то и есть воинское искусство, в общем-то, в этом-то оно все и заключено, именно вот в этом, да, и седицитричные принципы, в принципе. Многие специалисты называли вот эту войну сегодняшнюю войной артиллеристов, именно вот специалистов-артиллеристов, да. Ну, и вот, значит, наши, так сказать, вот украинские, так сказать, эти вояки, укровояки, так сказать, да, видите, как эскалация-то конфликта шла-то, сама-то, да. Сначала было все хорошо, они потом влезли, так сказать, им и ополченцы оставили им Луганск, то есть их специально туда втянули, чтобы они туда как можно дальше втекли туда, да, ведь это же не просто так, ведь, знаете, там коворота идет, так сказать, да, это как минимум километр, так сказать, да, ну, от начала до конца. Ну, вот, существует ведь, а там была не одна, так сказать, там сколько подразделений, всяких разных, они там всюду едут, маневрируют, так сказать, да, все это туда стекается, занимают свои позиции, так сказать, да, районы базирования, так сказать, вот, и они вот это месяц им дали, когда они туда въехали, так сказать, да, и вот теперь они все им там перекрыли. Ну, собственно говоря, абсолютно классика жанра, по большому-то счету, да. Ну, сделали все как надо, да? Да, да, и Владимир Владимирович там им правильно сказал, что, говорит, ребята, может быть, на самом деле гуманитарные коридоры дадите, потому что, ну, потому что на самом деле... Да, это правильно, просто убивать такое количество людей практически, ну, смысла нет, все равно надо как-то писать историю будущим каким-то. Ну, понятно, что Украина заболела какой-то болезнью, шизофренией, но шизофренией надо лечить, скорее всего, когда-нибудь у нас лечится. Да, 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 не оттервать голову шизофренику, если у него слабая форма, так сказать. Излечить, да, и когда они излечатся, нельзя же так, чтобы у них совсем не оказалось ни мужиков, никого, ну, это же, конечно, абсурд. Поэтому, ну, такая просьба от Путина была бы совершенно направлена. Вот, поэтому сейчас они перегруппируются, да, укроваяки-то, или укрофашисты, так сказать, да. Я думаю, что они будут, будут, где будут делать выводы, как бы, да. Я думаю, что все же, как бы, да, скорее всего, сейчас вот на среднесрочной, ближнесрочной перспективе, я думаю, что они, значит, расширят применение различных сил спецназа, так сказать, да, вот того вот, пошива, который вот у них такой, так сказать, местечковый, свой вот этот, бандеровский, да, полубандитский такой, так сказать. Партизанская война включена. Да, это начнет, игла будут стрелять из-за углов в лидеров ДНР, взрывать, так сказать, саботаж, в общем, вот такие вещи. Вот сейчас у них основная война будет, да. А они, наоборот, постараются выкопать еще 10 рвов, чтобы, так сказать, как сдержать нацист, так сказать, ДНР. Ну, это можно предполагать. Ну, вот конкретнее, к примеру, так сказать, да, вот я как могу сейчас немножко внести корректуру. Все говорят, допустим, по поводу вот этой, к примеру, гибридной войны, да, еще существует сейчас, можно параллельно увидеть, так сказать, услышать, иррегулярные войны, да. Иррегулярные войны, да. Есть сейчас новое такое. Иррегулярные. Ну, с применением иррегулярных формирований, то есть, как бы, да, это не обязательно напрямую военные, да, то есть, как бы, ну, есть же, есть же, есть же, к примеру, ну, так скажем, мировая конвенция ведения войн, да, там четко прописаны все стороны. Роль каждой стороны, любую войну можно конвенциально разобрать, какая она, так сказать, да. Ну, это ведь не просто так, я понимаю. В какой войне какая сторона какую роль играет. Для этого существует, так сказать, уставов в уставах, он, это все прописано, так сказать, да. Есть вот эти женевские конвенции, да. Их много, на самом деле, так сказать, они пишутся с начала прошлых веков. Тогда эта война не попадает в те, которые прописаны, да. Вот, сейчас появляются новые еще вот иррегулярные войны, да, все эти центричные войны, так сказать, да. Вот, американцы назвали эту войну, ну, вы только что упоминали название. Ирегулярные? Нет, нет, это я назвал. Они ее называют гибридная война, гибридная война, да, гибридная война. Причем они, кстати, вот по НАТО, так сказать, да, вот именно свою, вот то, что они, так сказать, называют гибридной войной, так сказать, да, они дают интерпретацию этому понятию именно такому, что это широкий диапазон агрессивных действий, военная компонента, которая лишь малая часть. Вот, понимаете, то есть мы-то, так сказать, для себя определили, что гибридная война, это когда воюет, так сказать, ополченец новоукраинский, да, новорусский, да, и, к примеру, к примеру, доброволец из России, да. Ладно, ты меня натолкнул, хорошо. Да, ну вот на самом деле американцы говорят, что нет, да, вы понимали, гибридная война, это на самом деле то, что мы примерно рассматривали как, так сказать, софт-пауэр, да, в американском понимании, так сказать, только мы-то думали, что это на самом деле софт-пауэр, то есть это то, что предшествует войне, так сказать, да, мягкая сила, то есть невоенные способы влияния, так сказать, да, экономические, политические, моральные какие-то там, и, вот. Так, все, 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 не распыляйся. Ты меня натолкнул, мой мастер, ладно, все. Вот, то здесь мы видим, так сказать, да, именно они, американцы, так сказать, нам вешивают, потому что они говорят, что на самом-то деле, вот ополченцы, это уже крайняя фаза, на самом деле, всего того, что применяют русские сегодня. И они говорят, что проблема Новороссии, так сказать, да, это уже все, это уже констатация факта. Они пришли к нам в дом практически, мы русские. Они это так разворачивают, понимаете? Они говорят, что? Они говорят, они покупают парламенты целиком, русские. Они, так сказать, контролируют восточноевропейские правительства наполовину, шантажем и так далее, так сказать, спецслужбами. Это все входит как раз в понимание вот этой гибридной войны. Вот они нам, так сказать, пытаются, нас, собственно говоря, вот тут буквально главнокомандующий, американский, так сказать, континентар. Все, все, не распыляйся, все это скажешь в камеру, мы еще не начали. Ну и отлично, вот, он, он конкретно объявил, что это русские, ну, против нас гибридно войну. Против них, против Украинцев. Против них, против НАТО, да-да-да, против Запада. На территории Украины, вот так. Независимой Украины, да. Новообразование, мы сами видели. Все, понял. Так, 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 ну ладно. Ну все, ты готов? Да, они, кстати, вот, они нас сейчас, вот, нас, они обвинили вот в энергетическом медведе. Вы не слышали, что появился, так сказать, такой вот, это наподобие, как вот Стакснад был в свое время, помните, который остановил, так сказать, иранскую ядерную программу, да, вирус, компьютерный вирус, который остановил иранскую ядерную программу на три года, затормозил ее. Представляете? Так вот сейчас они говорят, что появился такой вирус, называется энергетический медведь. Energy Bear. Вот. Среди его, так, среди его, значит, его основных, основных направлений, значит, да, это главное, это работа по источникам возобновляемой энергии. От, значит, ветроустановок до завода по производству биотоплива в Европе. Потому что так это все, так сказать, там завязаны в единые кластеры, собственно говоря, и фирмы-то, которые это все делают, их там по пальцам перечесть. Все равно, это же транснациональные корпорации. Вот. И вот такая ситуация, что они говорят, что вот этот энерго, так сказать, вирус, да, который сейчас, так сказать, практически парализовал всю энергосистему, ну, они не знают, кому, куда уходит эта вся информация. Они констатируют факт, что он есть этот вирус, да, а как он будет дальше действовать, ведь он уже может начать, так сказать, по-другому работать. Сейчас пока он просто всю эту информацию куда-то сливает в одно место. Вот. Они пытаются привязать его к нам. Да. И вот они увязывают все это, как бы, да, этот энерго-вирус, они же сюда же его записали в гибридную войну. Я почему начал это с гибридной войны? Это была система того, что Россия против них развязала войну. Да, они к тому все подводят. Да, они к тому все подводят в гибридную войну.